Центр Азиатско-Тихоокеанских исследований, созданный в рамках реализации программы повышения конкурентоспособности ДВФУ по проекту 5.100, начинает проведение первых исследований. Направления совместной работы молодых ученых ВУЗа были определены во время зимней школы, которую провели ДВФУ и Российская экономическая школа. Завершилась зимняя школа, первая зимняя школа Центра Азиатских и Тихоокеанских исследований. Расскажите, какие итоги, с Вашей точки зрения, к чему привела эта школа? Ну, я полагаю, что самым главным итогом является то, что мы показали тем людям, которые участвовали в школе, какого уровня могут быть исследования и к какому уровню нужно стремиться. Я думаю, что вот этот оптимизм, с которым школа закончилась, он должен нам помогать, должен нас двигать вперед, заставлять шевелиться самим, заставлять самим реализовывать интересные проекты, создавать их. И в этом нам, на самом деле, готовы помогать коллеги из Российской экономической школы, что очень приятно. Мы подписали соглашение, и я полагаю, я надеюсь, что это соглашение станет, ну, не просто формальным документом, а настоящей дорогой к совместному, очень интересному будущему. Удалось ли сформировать первые исследовательские группы из молодых ученых и зарубежной профессуры, опытной и российской? Конечно, это очень непростой и долгий процесс. Важно, что первые коллаборации завязались. То есть есть как минимум три или четыре перспективных проектов, в которых готовы участвовать. И мы со своей стороны понимаем, что делать, я имею в виду молодые ученые, и, соответственно, коллеги из Российской экономической школы. Но, как вы понимаете, намерение — это еще только, ну, некоторая часть пути. Да, группы формируются, но нам еще много предстоит сделать. И первым и, наверное, самым важным следующим шагом в направлении достижения поставленных целей является стажировка, которая, скорее всего, пройдет примерно весной. То есть несколько наших преподавателей, молодых ученых пройдут в РЭШ и, соответственно, там и будут учиться, и будут развивать свои проекты благодаря консультациям, благодаря сотрудничеству с учеными из РЭШ. Вот если говорить о темах будущих проектов, уже вырисовываются какие-то первые направления? Они не могли не вырисоваться. Во-первых, школа была достаточно такой прицельной. То есть это была научная школа, это не было просто учебное, не было просто учебным мероприятием. Соответственно, все пришли с проектами, так или иначе, привязанным к разнообразию. Разнообразие, ну, кстати, что интересно, оно может быть на самом деле очень-очень разным, но у нас оно в большей степени понималось как миграция, то есть какие-то процессы, связанные с миграцией. Поэтому и направления исследований в большей степени связаны с ответом на вопрос, почему, например, не заселялся или не так быстро заселялся Дальний Восток, почему сейчас мы не можем привлечь необходимое количество людей, что будет, если количество разных этнических групп увеличится. Вот примерно в этом направлении. Кто из ученых зарубежных, вот их было несколько на нашей школе, да? Кто из них наибольше заинтересован в сотрудничестве в дальнейшем? Ну, это сложный вопрос. На самом деле интерес проявляли очень многие. И Теодор Гербер из Соединенных Штатов Америки, и Юваль Вебер, и сам, собственно, для профессора Вебер, и интересные возможности мы обсудили с Сергеем Измалковым. То есть интерес был от многих, от многих исходил участников. Соответственно, сказать, какие из проектов наиболее перспективные для зарубежных ученых, ну, сейчас достаточно сложно. Да, есть точки соприкосновения, да, в миграции эти точки, ну, скажем, более жирные, но вполне возможно, что исследование как-нибудь завернется вокруг российско-китайских отношений, по крайней мере, у Ювалья Вебера вот именно в этом направлении исследования ведутся. И был молодой ученый, который представлял именно такой проект. Поэтому ДВФУ из Школы экономики и менеджмента мы уже более детально начнем обсуждать то, в каком направлении мы можем, ну, как именно мы можем приступить к реализации исследовательских совместных проектов. Конечно, более простым и тоже обговоренным уже шагом является организация конкурса для того, чтобы отправить людей на стажировку в РЭШ, поскольку, ну, нам нужно повышать уровень. РЭШ входит в тридцатку ведущих в мире исследовательских экономических институтов. И, да, чтобы с ними сотрудничать, нужно еще немножечко подрасти. То есть вот два направления, или два следующих шага, правильно сказать. Первый – это встреча, это обсуждение конкретных проектов. И второй – это стажировка наших преподавателей, молодых ученых, ФРЭШ. Ну, перед стажировкой будет, опять-таки, открытый конкурс. То есть поедут совсем не обязательно или совсем не только те, кто уже участвовал в школе. Мы специально сделали так, чтобы нас посетило как можно больше, ну, заинтересованных людей. Общее количество составило 40 человек. То есть помимо участников школы, тех, которые уже принимали участие в конкурсе и, ну, были формальными участниками, повысившими квалификацию, еще 40 человек посещали отдельные лекции. Ну, в любом случае мы понимаем, что исследовательский проект требует финансирования. И современная наука работает через систему грантов. Естественно, как только будет готов пропозал, как только будет готова заявка на грант, она будет подана. Российский научный фонд сейчас предлагает достаточно хорошие ресурсы, скажем, ну, может быть, не совсем достаточные, но хорошие для начала реализации исследовательских проектов совместных с зарубежными учеными. Но, может быть, это будут и фонды, которые дают меньшие деньги, например, ФФИ, Российский фонд фундаментальных исследований, или РГНФ, гуманитарный научный фонд, у которых, ну, процедуры более, как бы, стандартизированы. Они проходят конкурсы раз в год, в июне объявление, и в сентябре, собственно, подача заявок. К этому времени мы, конечно, будем готовы. В марте месяце пройдет школа антропологическая, в которой будут участвовать представители Европейского университета в Санкт-Петербурге. Это совместная с ними школа. Ну, и там будет несколько ученых из ведущих университетов мира. Беркли, Кембридж, ну, может быть, еще один. Ну, Беркли и Кембридж уже точно. А следующая школа будет в августе. Она будет совместная с Высшей школой экономики в Санкт-Петербурге, соответственно, Александр Семенов и профессор Суни из США. Все они и так или иначе тематически связаны с разнообразием. То есть, соответственно, весенняя школа будет посвящена изучению разнообразия антропологическими методами, летняя школа будет посвящена изучению исторических опытов управления разнообразием. То есть, это все продолжение одной истории. И надо сказать, что даже на этой школе были люди, которым, может быть, экономические методы казались несколько более сложными, и, может быть, им было бы даже правильнее оказаться в других школах. Но это нормально. В междисциплинарных исследованиях часто происходят такие пересечения. Ну, и, кроме того, возможно, будет еще одна школа с РЭШ. Это обсуждалось. То есть, пока невозможно сказать, точно ли это будет. Если она состоится, то она будет не научной, то есть это будет немножко другой формат, а именно обучающей, на котором, ну, на этой школе, фактически, на этом мероприятии, фактически планируются два стандартных модуля – эконометрика и микроэкономика. Ну, так, примерно. Но это еще не гарантированно. В процессе обсуждения. Возможно, со стороны. Ну, две первые, про которые вы говорили, это уже… Две, еще раз, да, в марте и в августе точно. А школа с РЭШ – это такая возможность. Причем она, возможно, даже будет направлена не столько на сотрудников ДВФУ и молодых ученых из Дальневосточного федерального округа, сколько на Азию. То есть, возможно, на Китай, возможно, на Корею, на Китай в большей степени. Это, конечно, в общем-то, тоже в интересах САТИ, соответствует миссии, целям и задачам. Ну, нужно ли это делать именно сейчас и так быстро – это еще вопрос.